Девушки отдыхают Окей, конечно, вы проводите достаточно изнурительное турне. Да, тур был очень лихорадочный, честно говоря. Хорошо, если мы потом это вырежем. Судя по моему расписанию, дамы и господа, на восьмом канале, давайте посмотрим. Сегодня мы... Так, где мы находимся? Сегодня мы в городе Эймс, а потом мы поедем в Сидар Рапиц. Завтра Сидар Рапиц, а в понедельник у нас будет выходной. Потом у нас концерт в Сен-Поле, затем Мэдисон, штат Висконсин, потом выходной. Мэн... Как это произносится? Я без понятия. Мэн Кейто. Кто-нибудь знает Мэн Кейто? Наверное, там родился Кейто. Парень по имени Кейто, а не девчонка. Концерт Фарга, который, возможно, будет отменен из-за наводнения. Бисмарк, Северная Дакота, а затем у нас два концерта за два дня в Виннипеге. Как ты с этим справляешься? С твоих слов, сейчас музыкант и кист чувствуют себя немного перегоревшими. Да, потому что вчера мы отыграли 154-й по счету концерт этого турне. Если я ничего не путаю. Начиная с 28 июня 96-го года. И у Питера болят руки. Да, у него болят руки, а мне пришлось сделать МРТ коленей. Потому что в начале турне по ходу концерта я падал на колени раз пять. В итоге отбил себе кости на обеих ногах и повредил низко хрящей. Мой врач запретил мне падать на колени. Сообщаю всем фанатам КиС, которые сейчас нас смотрят. Когда я стреляю в своей гитаре, не падаю в этот момент на колени, потому что хочу иметь возможность ходить и всех вас развлекать. И люди не понимают, какой это большой труд для вас, ребята. Никто в это не верит. Все думают, что рок-звезды живут гламурной жизнью. Вот сегодня я встал в 9 утра, разговаривал по телефону со своим бухгалтером, моим бизнес-менеджером, дал два интервью для рекламы грядущих концертов. Потом перекусил в своем номере, запрыгнул в душ, сел в машину. Мы едем в аэропорт, потому что мы базируемся в Чикаго. Я сажусь на наш чартерный самолет, прилетаю сюда, мы мчимся в микроавтобусе, проводим саундчек. У меня было всего пять минут, но ты сама видела, ты была здесь. Потом я заграммировался, и вот я перед вами. У меня есть на это пять минут. Потом я поднимусь на сцену, отработаю двухчасовой концерт. Потом в гримерку, снимаю грим, принимаю душ, одеваюсь, запрыгиваю в микроавтобус. Потом на самолет лечу в Чикаго и ложусь спать два часа ночи. Что ты чувствуешь в данный момент перед выходом на сцену? Мне остается только ржать, причем как можно дольше. Вы сильно заводитесь перед выходом на сцену, или вы просто... В данный момент я очень спокоен, для меня это почти что как работа. Выйти на сцену все равно, что зайти в офис. Но стоит мне только выйти, в зале гаснет свет, слышен рев толпы, затем я чувствую прилив адреналина, бум! Это сравнимо с наркоприходом, но я ничего не принимаю. Все естественно. Что же мотивирует тебя спустя все эти годы? Сам факт, что я продолжаю получать удовольствие. И я буду выступать до тех пор, пока мне это нравится. Окей, я думаю, что это всеобщий вопрос. Так почему вы решили завершить свою карьеру? Нам хочется остановиться на вершине. Многие профессиональные боксеры, так же как многие рок-группы, в конечном итоге скатываются до клубных концертов. Ну а мы же поднимаемся на вершину и там остановимся. Многие совершают ошибку, затягивая свою карьеру. Плюс у всех есть свои амбиции. Ваши планы на будущее? Ну я хочу собрать свою сольную группу. У меня есть два, три или четыре разных предложения от крупных лейблов. Пол хочет выступать на Бродвее, играть в постановке «Призрак оперы», потому что он уже разок выступал в Торонто. Джин хочет продюсировать фильмы, а Питер хочет играть в джаз-группе. Я тоже без дела не останусь. Я получил несколько предложений сочинять музыку для фильмов, а также сняться в нескольких эпизодических ролях. Мне предложили роль во второй части Остин Пауэрса. Но в тот момент я заболел гриппом. Ну тогда снимешься в третьей части Остин Пауэрса. Да, возможно, я должен был пообедать с актером Майклом Майерсом, но в тот момент у меня была температура почти 39. О нет. Да, настоящая трагедия. Что тебе больше всего будет не хватать? Публике. Грима и все остальное с этим связанного. Мне будет не хватать лиц подростков, их улыбок, криков и толчка адреналина. Но в определенной степени это никуда не исчезнет, и я все равно буду переживать эти эмоции, давая концерты со своей сольной группой. До тех пор, пока я не решу, что хочу полностью завершить музыкальную карьеру. Может быть, я займусь графическим дизайном, у меня есть около 20 компьютеров, макинтош и так далее. Я увлекаюсь анимацией. Значит, без дела ты сидеть не будешь? Да. Я никуда не спешу. Сегодня мы даем 102-й концерт текущего турне. Пару дней тому назад мы отпраздновали сотню концертов, поэтому я каждому из нас написал цифру 100 на руке. Мы все по 100 раз вышли на сцену, причем с большим удовольствием. Это было настоящим достижением. Нам предстоит отыграть еще 30 концертов. Потом сделаем перерыв, затем поедем в Лос-Анджелес, недельку там порепетируем. Затем у нас выступление в Японии, потом трехнедельный отпуск и турне в Австралии. А закончится все, насколько мне известно, концертом на площадке Мэдисон Сквер Гарден где-то в феврале. Это будет самый последний концерт Ки с оригинальной четверки. Сколько мы дадим концертов Гарден, я не знаю, там будет видно. В данный момент я провожу турне под слоганом «Чисто по приколу 93». И это первый тур, в рамках которого я не рекламирую какой-либо альбом. Я просто кайфую, встречаюсь с фанатами, выступаю, хорошо провожу время. Играю те песни, которые я обычно не стал бы исполнять. Добавляю в программу множество старых песен из сборника «Кис». «Детройт, Рок Сити», «Стратер» и так далее. «Дьюз». И поскольку я не рекламирую альбом, могу играть много разных песен. Дело в том, что обычно, когда рекламируешь альбом, надо играть на концертах по меньшей мере половину новых песен в качестве рекламы. Но в этот раз мне не нужно этого делать. Поэтому я просто кайфую, играю разные песни и делаю это по-своему. Как в свое время сказал Фрэнк Синатра. Честно говоря, мой музыкальный стиль не сильно изменился. Возможно, я стал играть немного лучше, и моя гитарная техника, вероятно, немного изменилась. Но в основном я играю все тот же тяжелый рок-н-ролл, который я всегда любил и буду любить. Когда ты ушел из КИС, были ли у тебя в то время какие-либо опасения, что в финансовом отношении ты не добьешься такого же успеха, как и КИС? Когда я ушел из КИС, у меня накопилась большая сумма на счету в банке. Поэтому я совершенно не думал о деньгах. Тогда для меня самым важным было душевное равновесие и возможность выжить. Я понимал, что если бы я остался в группе, то просто бы убил себя. Потому что я совершенно сознательно гробил себя, я напивался и садился за руль. Ага, 160 километров по встречке. Все эти аварии, по сути, сигнализировали мне о том, что мне больше не нравится этим заниматься. Больше не нравится гримироваться, не нравится работать с Полом и Джином. Меня задрали их личные амбиции, ну и вся прочая чушь, связанная с этим. Поэтому я решил собрать свою группу. То есть у меня и близко не было такого же успеха, как и у КИС. Но сейчас я доволен своей жизнью и занимаюсь любимым делом. Честно говоря, больше никаких обид. Вы читаете интервью, и Джин что-то мне советует, а я советую ему в ответ. Ну и так далее. Вот и все. Все в прошлом? Вовсе нет, глазом не успеете моргнуть и КИС вернуться в масках.